Лена и Холли Сегодняшнее приключение начинается на лугу Гастон-спасатель! Гастон-прекрасный землекоп! Он откопал палку! Гастон-апорт! Гастон любит команду-опорт! Ой, дождик! Превратись в зонтик! Ого! Давай поиграем дома! Пошли, Гастон! Чистота и порядок! Привет, няня Плам! Нет, никаких божьих коровок на кухне! Он мне здесь грязью натоптал! Уйди с пола! Нет, только не на стол! Кыш, кыш! Мы же здесь еду готовим! Куда это он пошел? Может, пошел папу искать? Он любит папу! Кто впустил сюда грязную божью коровку? Оли! Да, папа? Прошу, выведи отсюда Гастона! Прости, папочка! Мы живем в замке! Гастон живет на улице! Не переживай, Гастон! Лучше я возьму тебя на великое дерево эльфов! Миссис Эльф, этот черничный пирог пахнет бесподобно! Да, мистер Эльф! Секрет в том, чтобы печь его медленно три дня подряд! Привет, мам! Привет! Привет, Бен! Привет, Холли! О, он может это делать на улице! Пирог приготовлен не для тебя, Гастон! Бен, ты же знаешь, Гастон должен жить на улице, а мы живем внутри! Ладно, мам! О, куда делся пирог? Гастон его съел! Откуда вы знаете, что это Гастон? Это мог быть кто-то другой! Но у него вся морда в чернике! Вон отсюда! Чтоб я тебя больше не видел, Гастон! Прости, Гастон! Иди-ка лучше домой! Иди-иди, Гастон! Вон отсюда! Холли, пора спать! Что это с тобой, моя милая? Мне грустно! Гастона теперь не пускают к нам домой! Гастон! Он весь промок и замерз! Гастон! Иди шуми в другом месте! Бедный Гастон! 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 Привет, Бен! Нигде не могу найти Гастона! А ты в нарез смотрела? Гастон! Здесь пусто! Где же Гастон? Наверное, обиделся и грустит где-то! Не волнуйся! Я его найду! Эльфы лучшие в мире сыщики! А я ведь эльф! Гастон! 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 Ой, где это мы? Не знаю! Никогда раньше здесь не был! Ага! Здесь какая-то дверь! Скажи, друг, и входи! Ах! Говорящая дверь! Привет! Привет! Интересно, что там внутри? Я таю секрет, что вам предстоит узнать! Ах! Пойдем за взрослыми! Говорящая дверь? Да, папа! Она сказала, скажи, друг, и входи! О, так там, наверное, рудники гномов! Рудники гномов? Да! Гномы прорыли глубокие ходы под землей в поисках золота и драгоценных камней! Рой-капай! Рой-капай! Промежным летом им давно мы ищем злато и серебро! Рой-капай! Рой-капай! Я люблю золото и серебро! Они такие блестящие и очень красивые! Давайте сходим в рудник гномов! А гномы они какие? Большие, больше нас! Да, гномы огромные! Вот эта дверь! О-о-о! Заперто! Вскажи, друг, и входи! Что бы это значило? Это загадка! Сможете войти, только если разгадаете! Глупости! Использую волшебную палочку! О! Моя магия здесь не работает! Да, магия фей бессильно против магии гномов! Может быть, нужно просто попросить? Как у вас дела, мистер Дверь? Спасибо, хорошо! Можно нам пройти? Скажи, друг, и входи! Может, нам надо произнести слово «друг»? Молодец, Бен! Э-э-э! Друг! Как просто! Пойдёмте же! Бен и Холли, а вы ждите здесь! О-о-о! В рудниках полно опасностей! Но ведь вы же туда идёте! Э-э-э! Ну, мы же взрослые! А можно нам с вами? Э-э-э! Ну, почему бы и нет? Если вы со взрослыми, вам ничего не грозит! Если только дверь не захлопнется, что вряд ли! Ой! Что же нам теперь делать? Палочка, посвяти нам! Может, нужно сказать «друг» и дверь откроется, а, король? Друг! Загадку новую разгадать должен! Ох, ладно! И что это за загадка? Машина с двухлитровым двигателем идёт в горку под углом 15 градусов со скоростью 16 километров в час! Высчитайте расход бензина, если горка высотой 100 метров! Э-э-э! Найдём другой выход! Там тысячи нескончаемых туннелей! Мы просто потеряемся! Если бы Гастон был здесь, он бы смог нас вывезти отсюда! Отличная идея! А где Гастон? Да, кстати, а где старина Гастон? Ты сказал, чтобы глаза твои его больше не видели! И ты тоже, папа! О, да! И теперь Гастон на нас обиделся! Гастон! Гастон! Мой лучший друг! Помоги, Гастон! Мы застряли! Гастон, беги и приведи няню Плам! Там-там-ти-дам-ди-ду! Вот так! Снова чистота и порядок! Нет, Гастон! Вон отсюда! Что-что? Бен и Холли, король и королева, мистер и миссис Эльф заперты в старом руднике гномов? Нельзя терять ни минуты! Показывай дорогу, Гастон! Есть кто-нибудь? Няня Плам! Ну, хорошо, что ты пришла! Мы в ловушке! Держитесь! Сейчас я открою эту дверь палочкой! Не получается! Нет! Эта дверь запечатана магией гномов! Нужно решить одну задачку! Какую задачку? Скорость самолета 180 км в час! Какой силой должен быть ветер, чтобы снизить его скорость на 15%? Какая-то абракадабра! Няня, наколдуй лопату и откопай нас! Мне вовек не управиться! Придумала! Гастон может прорыть лаз! Да! Гастон отлично копает! Гастон, старина! Откопай нас! А где волшебное слово? Пожалуйста, Гастон! Ура! Гастон-спасатель! Спасибо тебе, Гастон! О, Гастон, какой ты отважный! Молодец, Гастон! Значит, Гастону теперь можно жить в замке? Да! И в нашем доме тоже? Да! Я испеку ему пирог! Гастон, спасибо, что спас нас! Наш герой! Маленькое королевство Бена и Холли Сегодняшнее приключение начинается в маленьком замке Миссис Ведьма А потом Ведьма заперла фею и всех эльфов в большой клетке Помогите! Помогите! Кричали они Хи-хи! Я никогда вас не отпущу! Сказала ведьма О, нет! Почему она посадила детей под замок? Потому что ведьма была злая А дети ее раздражали От всей этой беготни Ведьма проголодалась Поэтому она съела старый заплесневевший торт Ням-ням-ням Почему она съела старый заплесневевший торт? Именно этим ведьмы питаются И она выпила прокисшего молока Гля-гля-гля После всего этого она заснула Она спит, сказала фея Давайте убежим отсюда Эльфы открыли двери А фея забрала свою волшебную палочку О-о-о! А потом ведьма проснулась Возвращайтесь в клетку, кричала ведьма Но фея уже проговаривала заклинание Заклинание выполняю, чары ведьмы изгоняю Вот так все дети были освобождены А ведьма, наевшись сладкого Не смогла их поймать Конец! Ура! А что случилось потом, мама? Эм... Ведьму наказали за то, что она была злой И она до конца своей жизни мыла грязную посуду О-о-о! Ведьмы такие ужасные! Хорошо, что на самом деле их нет Правда же? Но они существуют Я знаю ведьму, которая живет в лесу Правда? Да! Я могу отвезти вас к ней, если хотите А она нас не закроет в клетке? Ха-ха-ха! О-о-о! Нет! Ведьмы могут быть злыми Только когда они очень-очень раздражены Мамочка! Думаешь, нам стоит пойти к этой ведьме? Да! Почему нет? Няня Пламова защитит! Так вы сможете сами убедиться в том, какие ведьмы ужасные Тогда вперед! Идемте! Пока! Веселитесь! Пока! Няня, а какие вообще ведьмы? Они страшные? Нет, они не страшные Но они немного попахивают О-о-о! А ведьмы используют магию для разных заклинаний? Ведьмы редко пользуются магией И вообще у них с этим проблемы Вот мы и пришли Эта ведьма не использовала магию уже более ста лет О-о-о! Тук-тук! Кто там? Няня! Какая няня? Няня Плам! О-о-о! Няня Плам! Прошу, входите Какой сюрприз! Настоящая фея и эльф! Да! Это принцесса Холли И эльф Бен Подойдите Я хочу вас хорошенько разглядеть Видите? Она вообще не страшная Только от нее немного пахнет Что? Что? Дети, ничего не трогайте Почему нельзя ничего трогать? Потому что все грязное Что? Что? Все в порядке Просто я хотела показать детям, как живет настоящая ведьма О-о-о! Понимаю! Хотите крысиного молока и червячных кексов? Нет, спасибо, миссис ведьма Мы уже покушали Миссис ведьма Не могли бы вы немного рассказать о себе? Конечно! Все, что хотите Вы хорошо владеете магией? Но я не люблю сейчас пользоваться магией Потому что... Я же говорила Ведьмы никогда не пользуются магией И они в ней не сильны Что-что? Миссис ведьма Если вы все же используете магию То зачем? Я на пенсии То есть Вы больше не охотитесь за эльфами и феями? Хе-хе! Просто я! Дело в том Что ведьмы вообще ничего не делают От них дурно пахнет И у них получаются ужасные кексы Что? Касательно магии Они безвредны Она, наверное, даже не в состоянии Исполнить заклинание превращения Но я могу Тогда почему же вы не уберете Весь этот ужас? Просто... Почему не сделаете кресла более удобными? Прекратите, няня Вы можете спечь вкусный торт Я предупреждаю вас Почему вы не купите себе новых вещей? Если ты хоть что-то изменишь Или косметики Простите, что пришлось заморозить няню Плам Она была грубо со мной Не думаю, что няня Плам хотела вас обидеть, миссис ведьма Возможно Но так получилось Вы навсегда оставите няню замороженной? Нет Если няня извинится, то она сможет уйти Няня Извинись перед миссис ведьмой Я не стану извиняться Я только хотела помочь Ты глупая старая ведьма Оу! Так вы не отпустите няню? Нет Нам нужна помощь А... А можно мы пойдем, миссис ведьма? Конечно Мне было очень приятно, ваше общество Что у тебя за план? Мы должны попасть к королю Да Папа сможет договориться с ведьмой И она отпустит няню Пока Э... Пока Большое спасибо, что впустили нас Да Спасибо, миссис ведьма До свидания Пока Быстро, бежим Папа, папа Няня Плам очень разозлила миссис ведьму И теперь няня заморожена, словно статуя О, нет Папа Если мы ничего не придумаем То няня навсегда останется такой Хм... Мы никогда не увидим няню Как печально И больше не будет таких вкусных обедов Не будет обедов? Что? Няню Плам заморозили? Да Покажите, где живет эта ведьма А няня Плам грубо разговаривала с ней Немного Хм... У них все зависит от настроения Ты накажешь миссис ведьму, папа? Нет У меня есть идея получше Кто там? Король чертополох Какой король чертополох? Ну... Король чертополох Король чертополох Оу, ваше величество Вы должно быть миссис ведьма О которой я так наслышан Позвольте мне все объяснить Я слышал про ваш ум Вашу доброту и красоту Ой, ой Не говоря уже о ваших кулинарных способностях Хотите червячный кекс? Благодарю, нет Я полагаю, няня Плам находится у вас? Да, просто я... Я... Я прекрасно понимаю, почему вы решились на такое Понимаете Няня Плам иногда бывает грубой Просто она не так умна Правда? Думаю, будучи такой умной и доброй Вы понимаете, что няня уже не исправится И вы простите ее на этот раз Тем более, что няня Плам должна приготовить обед Я могу это сделать, ваше величество Это мило с вашей стороны Я как раз собиралась зажарить лягушек на костре Но мне нужна моя няня Плам Я понимаю Секундочку, пожалуйста Скажите спасибо за гостеприимство, няня Спасибо за гостеприимство До свидания, миссис ведьма Я был рад знакомству с вами Я польщена, ваше величество До свидания Пока Папа Ты вообще не наказал миссис ведьму И вы сказали, что она красива Но это не так И от нее неприятно пахнет Иногда, Бен Стоит сказать, что кто-то некрасив И неприятно пахнет Но иногда стоит быть тактичным Говорить комплименты Иногда полезно и легко Я так рада, что вы с нами, няня Плам Спасибо, Холли Да А что на ужин? Бена и Холли Сегодняшнее приключение Начинается в деревне фей Мисс Куки ведет в поход Великаны, великаны идут Как наши люди Это большие существования Привет, это я, Люси О, отставить панику Это Люси А мы-то думали, это кто-то опасный У великанов ведь очень большие ноги Да, а мы не любим, когда на нас наступают А-а-а-а Ой, извините, что наступила на вас, мистер Мэр Просто не заметила Ничего К тебе мы уже привыкли Там-то все и дело Наша учительница, мисс Куки, ведет сюда весь наш класс В поход Много детей великанов и учительница Нельзя, чтобы они увидели фей Или эльфов Или ведьму Или гномов Или эльфа-пирата, рыжая борода Да, да, да Никого из обитателей маленького королевства Да Это мой класс Они уже идут Быстрее, все по домам Закрыть все окна и двери Ой, кажется, я видел в мухоморе окошко Так, дети, встаньте в кружок Да, мисс Куки Это мухоморы Поставьте галочку рядом с мухомором Мухоморы Мисс Куки, а бывают в природе мухоморы с окошками? Э-э-э, нет Пошли, 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 пошли Люси, чуть не попались Да, но пока, кажется, обошлось Следующий по списку дуб Давайте его найдем О, нет Они идут прямо к великому дереву эльфов Нужно их предупредить Великаны! Великаны! Они идут сюда! А-а-а! Великаны! Как большие люди! Великаны! Прячьтесь быстрее! Они уже здесь! Всем закрыть ставни! Так, теперь похоже на обычное дерево Ой, смотрите-ка, маленький человечек А-а-а! Вот мы и пришли Вы можете узнать дуб по особой форме листьев А на дубах живут маленькие человечки Что? Ха-ха-ха! Конечно, нет Отметьте дуб на листочках, пожалуйста Это дуб! Уф, пронесло! И не говори Так, дальше по списку насекомые Сюда, ребята О, нет! Они идут прямо к маленькому замку! Нужно лететь быстрее! Подождите меня! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Папа! Папа! Великаны идут! Как великаны? Быстрее! Закройте ставни! Отлично! Теперь нас никто не увидит Не увидит? А как же сам замок? Может быть, они его не заметят? Не заметят? Его не заметят? Волшебный замок с флажком на башне Придумала! Я спрячу замок с помощью заклинания Отлично, няня! Невидимый, невидимый Замок исчезает! Невидимый, невидимый Замок исчезает! Здесь замок! Это поле Идеальное место Для наблюдения за насекомыми Мне кажется, я видел здесь замок А потом он исчез Ах, какое у детей Богатое воображение! Что? Кажется, здесь и правда что-то есть Похоже на башню с флажком наверху А, мисс Куки Мне кажется, я видела насекомых вон там А, ну да! Давайте искать насекомых Мисс Куки А я вот нашел одного Чудно! Кто знает, как называется эта насекомая? Гастон! Что? Ой, ну, то есть, божья коровка Так, ребята Отметьте насекомых в списке Насекомых вон там А теперь идем к озеру Думаю, оно где-то здесь Ну, вот и хорошо Они уходят от нашего замка Но они идут прямиком к домику Миссис Вич Нельзя терять время Но как мы спрячем Миссис Вич? Она же огромная Может, она сможет сделать вид, что она не ведьма? Отличная идея, Бен! Привет! Здравствуйте, Миссис Вич! Послушай, нет времени объяснять Но ты должна сделать вид, что ты не ведьма Да, но кто же я? Вы просто добрая, милая старушка Ладно Они уже близко Не забудь! Просто милая старушка Которая и мухи не обидит Ясно Здравствуйте Я не ведьма Я просто милая старушка Которая и мухи не обидит Ну, я рада познакомиться Меня зовут Мисс Куки А меня Миссис Вич Это значит Миссис ведьма? Да Но я не ведьма Я просто милая старушка Которая и мухи не съест Эээээ, понятно Не покажете дорогу к озеру Да Прямо по тропинке Через лесок Сразу его увидите А почему у вас шляпа Как у ведьмы? Да Но я не ведьма А почему вас зовут Миссис ведьма? А вас зовут Мисс Куки. Но вы же не печенье. Кстати, о печенье. Если кто-то голоден, угощайтесь черепицей. Пряничный домик очень вкусный. Спасибо, Мисс Кури. Пока. Пока. Они точно ничего не заподозрили. Но они пошли на озеро. А там стоит на якоре корабль эльфа-пирата «Рыжая борода». Нужно его предупредить. Алло, эльф-пират «Рыжая борода» у аппарата. Слушай меня, в твою сторону направляются великаны. Они уже здесь. Не успею спрятаться. Тогда прикинься игрушкой. Опаньки, я игрушка. А вот и озеро. А я нашла кораблик. Там еще и кукла. О, это же «Рыжая борода». Какая борода? То есть, у куклы «Рыжая борода». Наверное, ее какой-то малыш потерял. Давайте оставим здесь. Вдруг он будет искать. Мисс Куки, я нашел головастика. Отлично. Отметьте головастика в списке. Головастик. На этом наш поход подошел к концу. Идемте, ребята. Пора в школу. Да, мисс Куки. Ты молодец, «Рыжая борода». Они ничего не поняли. Положение было опасное. Уж поверь мне. Они обошли все маленькое королевство. Но никого из нас не заметили. Да. Мы все с вами молодцы. Великаны даже и не подозревают о нашем существовании. Они не нашли ни великого дерева эльфов, ни маленького замка. И они не поняли, что миссис Вич – ведьма. А самое главное, хорошо, что им гном не попался на пути. Дам-ди-дам-ди-ду-да. А-а-а! Гном! Дам-ди-дам-ди-ду-да. Привет, добрый вечер. Здравствуйте. Вы, наверное, идете на карнавал? Карнавал? А угощение там будет? Я люблю поесть. Э-э-э, мы здесь были в походе. Правда? И что же вы видели в вашем походе? Мы видели мухоморы, насекомых, головастиков. Мухоморы, насекомых, головастиков. Но вы же не видели самого главного. Правда? Здесь есть эльфы и феи. Что? Этот болтун-гном – находка для шпиона. Как же его остановить? Придумал! Вперед, Гастон! Да, эльфы живут на дереве. Живут на дубе? Да, на нем есть крошечные окошки. Мне показалось, я видел замок. Конечно, видел. Он стоит на лугу. И там в огромном кирпичном замке живут эльфы-богачи. А ведьма здесь есть? Разумеется. Ее зовут миссис Витч. А феи могут жить в мухоморах? Да. А, это заповедная деревня эльфов. Тш-ш-ш. А, кто здесь? Мистер Гном! Нельзя рассказывать великанам про маленькое королевство! Ого! Да, конечно. Я все исправлю. Так вот, запомнили, что я говорил о мухоморах, насекомых и головастиках? Да! Так вот, все, что было после, это можно забыть. Забыть это? Да, в этих лесах не водятся никаких волшебных гномов, драконов или гоблинов. Ничего такого. Ясно. Вперед, класс! Пора домой! Пока! Удачи! Ну, кажется, и в этот раз пронесло. Всем пока! Пока, Люси! Пронесло! Серьезно? Да ты им все на свете выложил! Но я же потом приказал им все забыть. Главное, что маленькое королевство в безопасности! Да, и все это благодаря мне! Маленькое королевство Бена и Холли Сегодняшнее приключение начинается возле большого эльфийского дерева. День смеха и шуток! Привет, Бен! Привет, Холли! У меня новая игрушка! А что это? Это телескоп! Ты можешь увидеть вещи, которые находятся далеко! Ого! Я могу посмотреть? Конечно! Я ничего не вижу! Попробуй покрутить! Все равно не работает! Почему ты смеешься, Бен? Просто я пошутил! На телескопе нарисован черный круг! Если ты посмотришь в него, у тебя будет черный глаз! Погляди! Ах, зачем ты это сделал? Сегодня у эльфов день смеха! Что такое день смеха? Это такой день, когда все эльфы подшучивают друг на другом! Это весело! Так и есть! Хочешь попробовать вкусную конфетку? Да, конечно! Это не смешно, Бен! Извини! Вот! Возьми цветочек! Нет, спасибо! С меня хватит твоих приколов! Все хорошо, Холли! Оттуда ничего не выпрыгнет и не запачкает тебя! Обещаешь? Обещаю! Это мой любимый цветок-брызгалка! Это уже не смешно! Это очень смешно! Раз, два, три! И ты, эльф, висишь головой вниз! Опусти меня на землю! Пора учиться, Холли! О! Привет, Бен! А что ты делаешь вверх-то ромашками? Помогите! Принцесса Холли! Неужели это вы сделали? Он сам виноват! Он смеялся надо мной! Никогда не используйте магию в гневе! Это может быть очень опасно! Простите, няня Плам! Холли! Опусти Бена! Прости, Бен! Фух! Так лучше! А теперь, что это за шутки, Бен? Сегодня у эльфов день шуток! Я обожаю шутки! Я думаю, что они не такие уже смешные! Тебе надо поработать над чувством юмора, Холли! Ну же, Холли! Давай веселиться! Да! Сегодня вы будете учиться веселиться! Вперед! Ну, хорошо! С днем смеха и шуток! Хе-хе-хе! С днем смеха и шуток! Хе-хе-хе! Это весело! А-а-а! Паук! Хе-хе-хе! Это игрушечный паук! Папа каждый год им играется! Хо-хо-хо-хо-хо! Всех с праздником смеха! Хо-хо-хо-хо! Хо-хо-хо-хо! Хо-хо-хо! Мистер Эльф! Я прошу прощения, принцесса Холли! Надеюсь, мы вас не очень напугали! Хе-хе-хо! Все хорошо! Здесь так весело! Хо-хо-хо! Здравствуй, принцесса Холли! Ты веселишься в день смеха? Хе-хе-хо! Да! Теперь я люблю шутки! Хе-хе-хо! Хе-хе-хе-хо! Хе-хе-хе-хе! Няне Плам была тут! Она так любит шутки! Я не знал, что Няне Плам нравятся такие вещи! Да! У Няни очень хорошее чувство юмора! Неужели? Может, нам стоит пойти к ней и рассказать пару шуток? Хо-хо-хо-хо! Всем в машину! Я скажу Няне Плам, что вы тут! Нет-нет, принцесса Холли! Шутка должна быть неожиданной! Хо-хо-хо-хо! Это будет весело! Ах, я очень занята! Кто бы это мог быть? Привет! Чего вам? Привет! Чего вам? Что? Что? Почему вы повторяете все, что я говорю? Почему вы повторяете все, что я говорю? Ой! Все, у меня нет для этого времени! У меня нет для этого времени! Старый пень! Старый пень! Ой! Не думаю, что няня Плам было очень весело. Ты же сказала, что она любит шутки. Так и есть. Давайте попробуем еще. Очень хорошо. Это моя любимая. Это маленькая игрушечная мышка. О, няня Плам не любит мышей. Это ей понравится. Это так смешно. Хе-хе-хе. Мы готовы? Давайте. Ха-ха-ха. Помогите. А-а-а-а! О, что это было? Хе-хе-хе. Она смеется. А-а-а-а. Вроде бы. О-хо-хо. Прекрасно. Давайте присоединиться к ней. А-а-а-а! О-хо-хо-хо. С днем смеха. Это было не смешно, старый мудрый эльф. Мне очень-очень жаль, няня Плам. Позвольте сказать, что вы сегодня прекрасны. Что? Это еще одна нелепая шутка? Хе-хе-хе. Нет. Вы такая красавица. Можно сделать фото? Да, я не против. О-о-о, вы такая добрая. Скажите, сыр? Сыр. Это особый сыр эльфов. Он очень воняет. Хе-хе-хе-хе. Да, это очень хороший сыр. Хе-хе-хе. Это было не смешно, мистер старый эльф. Было очень смешно. Хе-хе-хе. Я вас превращу в улитку. Но, няня, вы сказали, что нельзя пользоваться магией в гневе. Я не злая. Где моя палочка? Ну, это же была всего лишь шутка. Так вот, я тоже пошучу. Превращайся в улитку. Плохая няня. Вы сказали, нельзя пользоваться магией в гневе. Да. Вот теперь повеселимся. Старая умная улитка. Ха-ха-ха. Фу. Что эта улитка тут делает? Папочка. Старый умный эльф разыграл няню Плам. А она разозлилась и использовала магию. Но старый эльф всего лишь веселился. Неужели у вас нет чувства юмора, няня Плам? Есть, ваше величество. Няня Плам, почему вы превратили его в улитку? Я думала, что это будет смешная шутка. И было смешно? Нет, ваше величество. Похоже, что он несчастлив. Я не удивлена. Сейчас же преврати его назад в умного эльфа няня Плам. Конечно, ваше величество. Глупый эльф, стань собой. Ваше величество. Спасибо огромное за вашу помощь. Все хорошо. Должен признать, что сегодня вы просто неотразимы, ваше величество. Можно сделать вашу фотографию? Конечно. Ваше величество. Не сейчас, няня Плам. Меня будут фотографировать. Скажите, сыр? Сыр? Вонючий эльфийский сыр. Я просто не могу остановиться. Сегодня день шуток и смеха у эльфов. А я эльф. Это было невероятно. С днем шуток и смеха. С днем шуток и смеха. Бена и Холли Сегодняшнее приключение начинается на лугу. Новая палочка. Гастон обожает команду опор. Ладно, я наколдую палку. Готова, палочка? Абра-кадабра! Смотри, Гастон, принеси палку. Еще раз. Ой, дожик, мы же промокнем. Без проблем. Превратись в зонтик. Ух ты, это здорово. Бежим! Хорошо дома. Превратишь в палочку. Экшу! Ой-ой-ой. Кажется, твоя палочка простудилась. Экшу! О, нет! Бедная палочка! Это от того, что она промокла! Нужно вызвать лекаря палочек. Здравствуйте. Это лекарь палочек? Да, волшебная палочка заболела. Спасибо. Пока. Пока. Доктор сказал, что нужно уложить ее в постель. Он скоро приедет к нам. Экшу! Ой, палочка. Лекарь палочек прибыл. Здравствуйте. Так это же мудрый старый эльф. Да будет вам известно, я не только мудрый старый эльф, но еще и высоко квалифицированный лекарь палочек. Что ж, понятно. Не забывайте, что мы эльфы делаем палочки. Да, почему, кстати? Вы же не любите магию. Мы делаем палочки, но сами ими не пользуемся. От этого колдовства одни беды. Так, где наша больная? Здесь. Экшу! О, как громко! Покажите-ка мне язык. Как я и думал, это простуда. Рекомендую постельный режим. Палочка должна больше спать. Окружите ее заботой. А палочке можно колдовать? О, нет, нет, нет. Никакого размахивания палочкой в ее состоянии. О, ну как же я буду без палочки? Хорошо, что ты спросила. Я как раз работал над новой палочкой. Может, хочешь взглянуть на нее? Ого! Это сверхсекретная разработка. Я назвал ее «Мудра палочка 3000». Даже мне ничего не говорил. Ух ты! Спасибо тебе, мудрый старый эльф. Она такая красивая. Ты мой лучший друг. О! Она говорящая! Люблю тебя. Невероятно. Поразительно. Это еще не все. У палочки есть одна функция, которая отличает ее от всех. Что это за функция? Скоро сами все узнаете. Могу сказать только, на свете нет и не будет палочки лучше. Не пойму, о чем это он? Он в своем репертуаре. Я обычно даже дослушать не могу. Мне не терпится поколдовать с новой «Мудра палочкой 3000». Ну, дорогая, придется тебе подождать до завтра, потому что пора ложиться спать. Пока, Холли. Пока, Бен. Пока, Гастон. До завтра. Доброе утро, папа. Доброе утро, Холли. Ты мой лучший друг. А, новая палочка. И как она тебе? Она просто чудо. Люблю тебя. Доброе утро, принцесса Холли. Палочки уже лучше. Доктор был прав. Ей просто требовался хороший отдых. О, это здорово. Можешь сегодня вернуть новую палочку мудрому эльфу. Думаю, пока оставить палочку себе. Я даже еще не попробовала с ней поколдовать. О, а что делать со старой? Мне она больше не нужна. Положи ее со старыми игрушками. Ладно. Что ж, полежи-ка здесь. У Холли теперь новая палочка. Ты мой лучший друг. Привет, Холли. Привет, Бен. Привет, Флёр. Это твоя новая палочка? Да. Она называется Мудропалочка 3000. Люблю тебя. Ого! Она говорящая. Да, инновационная и сверхсекретная. Ты мой лучший друг. Давайте поиграем. Да. А вы что? Сыграем в принцессу, рыцаря и злую ведьму. Да. Чур я принцесса, потому что я и есть принцесса. А я буду храбрым рыцарем. Ладно. Ага, настоящие доспехи. А я буду злой ведьмой. Ха-ха-ха-ха. Как будем играть? Храбрый рыцарь должен спасти принцессу из темницы. Какой темницы? Ха-ха, вот такой. Ой! Ух ты! И как же я тебя спасу оттуда? В сказке принцесса отращивает волосы длинные-предлинные, чтобы рыцарь забрался в башню. Точно. Ого! Забирайся наверх. В башню, Бен. Ха-ха-ха. Запросто. Эльфы лучше всех лазают по волосам. А я ведь эльф... Вот и я. Я пришел спасти тебя. Благодарю тебя, рыцарь. Теперь мы оба в ловушке. Ха-ха-ха. Ой! Мы запросто спустимся. Нет, если я закрою окно решетками. Ой-ой, мы застряли. Ха-ха-ха. Флёр, обедать. Ой, мама зовет. Мне пора. Пока. Ладно, пока, Флёр. Как же мы выберемся отсюда? Не волнуйся. У меня же есть мудропалочка три тысячи. Ты мой лучший друг. Ладно, давай уже выбираться. Люблю тебя. Ой, не получается. Люблю тебя. Она не колдует. А что было, когда ты использовала ее в прошлый раз? Ничего. Я еще не успела с ней поколдовать. Люблю тебя. Бесполезно. Если бы только у меня была моя старая палочка. Ой, там Гастон. Гастон поможет нам. Да, Гастон, принеси мою палочку. Аборт, Гастон, аборт. Гастон, куда ты так спешишь? Эй, куда это ты понес палочку? Я думала, мудропалочка три тысячи особенная. О, она вообще ничего не может. Может, она сломана. Выглядит вполне целой. Люблю тебя. А что еще она говорит? Ничего. Еще только... Ты мой лучший друг. Вот это. Тебе уже, наверное, надоело. Да, моя старая палочка не говорила. Но зато... Ой, палочка! Моя старая палочка! Сюда, Гастон! Палочка! Ура! О, моя милая, как я по тебе соскучилась. Давай уже выбираться из этой башни. Конечно, ты прав. С этой минуты я буду пользоваться только старой палочкой. А, принцесса Холли. И как тебе понравилась мудропалочка три тысячи? Она сломана. Разве? Люблю тебя. Вот видишь, она отлично работает. Но она совсем не колдует. Да, это же и есть особая функция, о которой я вам говорил. Не колдует. Что? Волшебная палочка, которая не колдует? Точно! Понимаете, от колдовства одни беды. Поэтому я решил... Но палочка, которая не колдует, не волшебная. Это просто палка. Вы хотите сказать, что мудропалочка три тысячи совсем никуда не годится? Да! Я знаю, кому она понравится. Кому? Ко мне, Гастон! Принеси апорт! Ты мой лучший друг! Люблю тебя! Гастон обожает команду апорт! Люблю тебя! Ты мой лучший друг! А я люблю свою палочку! Ты мой лучший друг! Маленькое королевство Бена и Холли Сегодняшнее приключение начинается в маленьком замке. Новая одежда короля чертополоха! Розовое платье или голубое? Мама, я не могу решить! Розовый цвет тебе идет, Холли. А какое надеть мне? Зеленое, желтое или бирюзовое? Бен, как ты думаешь? Думаю, розовое платье для тебя, А зеленое-голубое для твоей мамы. Зеленое, голубое, желтое, розовое. Зачем вам это вообще? Король и королева календулы приезжают к нам сегодня. Помнишь? О, да. А они следят за модой. Не хочу, чтобы они подумали, что мы неряшливые. Кто тут неряшливый? Ты неряшливый. Неужели? Да, папа. А ты что думаешь, Бен? Скажи-ка правду. Я неряшливый? Эм, возможно, вам стоит немного принарядиться. Именно поэтому я попросила Эльфа Портнова шить тебе парочку новых вещичек. И тебе стоит принять ванну. Хорошо. Эльф Портной. Это же старый мудрый эльф. Я не просто старый мудрый эльф, но еще и гениальный портной. О, ясно. Тогда продолжайте, а я приму пока ванну. Поторопись, наши гости скоро прибудут. Новая одежда короля чертополоха, ваше высочество. О! Прекрасно! Но разве такое в моде? Это классика. Сшита из лучших тканей, ваше высочество. О! Очень хорошо. Пожалуйста, не испорьте, няня Плам. Это очень тонкая ткань. И магией ее очистить нельзя. Да-да, спасибо, эльф. Пока. Пока. Ты тоже видишь это большое пятно, Холли? Я ничего не вижу, мама. Няня Плам, а вы видите пятно? Где? Здесь? Нет. Здесь! О! О! О, нет. Мама! Ты запачкала новую одежду папы! Правда? А король и королева календулы скоро будут здесь. Няня, вы успеете исправить это? Я все сделаю, ваше величество. Няня Плам, можно мы с Беном поможем? Конечно. Это довольно большое пятно. И как же нам его вывести? Ну? Эльф Портной сказал, чтобы мы не использовали магию. Ничего страшного. Просто бросьте в стиральную машину. Но Эльф Портной сказал, что ткань очень тонкая. Разве эльф знает, как надо стирать вещи? Но он их шьет. Может, он и шьет вещи, но он их не стирает, как это делаю я. Нам нужен стиральный порошок. Думаете, это хорошая идея? Конечно, это хорошая идея. Разве горячая вода и стиральный порошок могут испортить одежду? Знаете, раз мы взялись за стирку, то нам стоит постирать и старые вещи короля. Всю его одежду? Да. Хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Папа. Что? Мы постираем все твои вещи. Хорошо. Обувь и корону брать, няня? Давай. Тогда абсолютно все будет чистым. Вот вещи, мяня Отлично Мы их кладем сюда Теперь стиральная машина сделает всю работу Все-таки умное изобретение Что она делает? Это первый цикл А сейчас что она делает? Сейчас отстирываются все пятна Очень умная машина Готово! Да А теперь посмотрим, получилось ли отстирать пятно О, корона отца какая-то опогнутая И его обувь вся мокрая О, нет А вещи короля всегда были такими маленькими Они сели! Няня План Вещи короля уже чистые? Это мама Эм, практически, ваше величество Няня, что же нам теперь делать? Может, если все высушить, то вещи станут нормального размера? Да, Бен Я их сейчас быстро высушу заклинанием Но эльф портной сказал, что нельзя использовать магию О, ну тогда я воспользуюсь очень нежным легким заклинанием Абра-кадабра, одежда сушись Гром и молния, огонь и плага Няня Плам Быстрее Дайте мне вещи короля Наши гости прибудут с минуты на минуту Где вещи Няня Плам? И что это за запах? Мы постирали папины вещи Но они сели А потом Няня сожгла их с помощью магии Какой ужас Папе придется надеть свои старые вещи Дело в том, что мы и их тоже решили постирать Что? Хотите сказать, что ему нечего надеть? Э, ну да Привет А где мои вещи? Они почти готовы Я теперь чистый Дорогой Няня сейчас принесет твои вещи От меня так пахнет Няня, вызывай эльфа портного Уже поздно Король и королева Календулы уже здесь Что же нам делать? А-а-а Мы можем сделать волшебную одежду Няня Вы это сможете Только если вы настаиваете, Ваше Величество Но такие вещи ненадежны Привет Кто-нибудь есть? Они здесь Просто сделайте одежду, Няня Плам А я поздороваюсь с гостями Как пожелаете, Ваше Величество Нам нужно из чего-то сделать обувь Лимон? Форма предмета должна напоминать обувь О-о-о Морковь! Теперь нам нужно что-то круглое и сочное для жакета Лимон! Нет Помидор Помидор Что же нам использовать для короны? О, Холли Ты помнишь короля и королеву Календул? Здравствуй, принцесса Холли Здравствуйте Это мой лучший друг эльф По имени Бен Привет, Бен Должна сказать, что твои вещи такие необычные Да, они такие милые и красивые Это, наверное, эльфийский стиль Думаешь, что одеваться красиво очень важно? Мой муж скоро присоединится к нам Он переодевается в новую одежду Новая одежда? Это будет интересно Ну, это небольшой эксперимент Простите, что застаю ждать О-о-о Просто восхитительно Так необычно? Честно? Как по мне, жакет кажется мокрым Все просто шикарно Одежда свежая и необычная Мы как раз только что говорили о том, как важно во что-то одет Не думаю, что я вообще думаю об этом О-о Это точно Что это такое? Да Я боялась, что это случится Волшебная одежда очень ненадежна Смешной папа У тебя лимон на голове Я здесь совершенно ни при чем Моя жена выбирала одежду Это чудесно Классно Никогда такого не видел Да это же просто гениально Изменяющаяся одежда Я бы никогда не додумалась до такого И ты сказал, что не думаешь о том, что носишь Про моду ты знаешь больше, чем мы предполагали И как же ты до такого додумался? Ну, я... Скажи, а ты никогда не думал о том, чтобы преподавать моду? А, няня Плам Не могли бы вы приготовить нам что-нибудь? Конечно, ваше величество Я приготовлю все, что пожелаете Главное, чтобы там не было моркови, помидоров и лимонов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин